всем привет сегодня у нас вот такая вот посылочка это тиви бокс tanix mini 3s или как там его не помню название более точно будет на экране прошла посылка за по моему 11 или 12 дней до 7 числа и заказал и сегодня 18 оно пришло уже приоритетной почты бесплатно была доставка у меня сейчас дома тиви бокс а 95 x 1 и 1 гигабайт оперативной 8 гигабайт памяти я как бы доволен и все в порядке но очень не хватает если смотреть через браузер видео или пользоваться браузером очень не хватает одного гигабайта оперативки поэтому я решил на замену купить вот версию с двумя гигабайтами 2 гигабайта оперативки и 16 гигабайт постоянной памяти вот ну и мы на него посмотрим в такой коробке идет tx3 mini а вот модель написано все коробка больше без каких-либо опознавательных знаков признаков и есть даже сброс резет кнопка вот здесь на дне это интересно у а 95 x кнопка сброса была через 35 mini jack нажимаешь то есть прям сквозь нее надо было проставлять это немного такая тяжеленькая она намного тяжелее чем а 95 x с левой стороны у нас точнее нет с правой то есть это лицо получается с правой стороны у нас для карты памяти 2 юсб на задние 35 потомцы для цифрового спдив план hdmi и питание с левой стороны у нас ничего нету вот передняя панелька такая далее далее что у нас адаптер с евро вилка то есть выбирали евро провод hdmi hdmi он такой немного какой-то обычный провод то есть не такой как у шоу с 95 x по моему шоу толще провод или может я путаю но он не длинный ровно метр ровно 100 сантиметров вот далее у нас пульт инструкция инструкция на английском языке и в ней написано только как подключать android tv бокс юзер меню в инструкции никаких опознавательных признаков что это за модель нет и сам пультик у а 95 x удобно то что пульт управления был с настраиваемыми кнопками для включения телевизора здесь же такой пульт я так понимаю настраиваемых кнопок нету но говорят что вот такие вот пульты минимум минимального форм-фактора более удобные питается от двух батареек все дальше мы как бы посмотрели распаковали вот дальше я его подключу и попробую сказать выводы свои уже окончательные когда он будет подключен и так по поводу тиви бокса tanix во первых не могу его никому советовать потому что у меня была 95 x обзор можно посмотреть у меня в видео обзора вот не могу советовать потому что есть несколько недостатков во первых пульт не работает так хорошо как я ожидал то есть он работает также как у а 95 x у меня тиви бокс находится вот вверху да то есть немного в стороне от телевизора вот телевизор вот тиви бокс если я нахожусь допустим на диване отсюда а то уже плохо ловит пульт вот буквально тут полтора метра плохо ловит пульт отвратительный такой же как его 95 x то есть на вытягивать руку и целиться прям сюда чтобы переключить что-то по поводу рубок работы самого тебе бокса есть как бы два замечания ну работает он довольно таки неплохо быстро все настройки есть русский язык основное меню вот это вот она на английском его поменять у меня никак не получилось на русский язык вот здесь меню в основном все уже на русском языке довольно неплохой русский как в обычном стандартном андроиде хочу сразу сказать мне пришлось вот здесь переключиться нашу down потому что то есть всегда раньше в девяносто пятом тебе бокс а 95 x я пользовался с лип функция то есть выключил нажал кнопку отключения тебе бокс перешел в режим сна потом я его включил за секунду он загрузился я продолжил смотреть что-либо проблем какими-нибудь подвисаниями или глюками ничего не было здесь же если я переключусь на ты на слип нау то есть он выключается я попробую сейчас реализовать это то есть если его перевести в режим сна потом включать какой-либо программы все просто зависает виснет глючит и очень ужасно работает сейчас он перешел в режим сейчас опять его включим вот и у меня я что не проверял и чистил тут есть кнопка да там очищение памяти якобы вот эта кнопка ну сейчас все работает хорошо мало времени прошло но вот допустим если я вечером выключил его в режим сна утром я захотел его посмотреть я его включаю и все работает очень медленно очень тормозит все видео воспроизводятся с рывками соответственно я так понимаю что так занял оперативную память и очистить вот вот этой кнопкой нельзя то есть нужно наверное выбирать то есть смотреть где-то глубже лезть настройки лезть там на фо pda искать решение этой проблемы и так далее то есть ну кому это надо да то есть я покупал 2 2 с двумя гигабайтами оперативки только для того чтобы я мог если чего нету в приложении и видеобокс посмотреть какой-нибудь видео на через браузер chrome но это не добавляет удобства то что каждый раз приставку нужно отключать и при перед тем как смотреть немного там две-три минуты ждать пока она загрузится так все работает быстро отлично то есть если она загрузилась изначально все как бы быстро отлично то есть не к чему придраться давайте сейчас посмотрим вот это что пульт нужно направлять постоянно на нее это мне как бы не нравится и то что я не могу ей упользоваться после зима сна то есть сейчас видите все отлично работает вайфай не отваливается все стабильно никаких глюков не было то есть как будто в 95x была проблема с отваливанием вайфая и там решалась это я делал добавлял там фольгу можно посмотреть в обзорах как я это решал но как бы здесь все это все отлично работает красиво очень мне нравится дисплей на самой приставке то есть приставка я доволен но вот это вот меня огорчает то что нужно будет лезть и искать решение того чтобы из режима сна когда она выходит чтобы она жутко не тормозила потому что ну это как как бы я считаю неправильно так давайте поищем пультом пользоваться этим ну очень удобно мне очень нравится и как бы ну классно но также он нету здесь дополнительных кнопок хотя бы добавить здесь включение выключение но включение переключение режимов телевизора да там на hdmi какой-нибудь порт и добавить на настраиваемую кнопку включения выключения телевизора было бы вообще классно вот но включение выключение даже не обязательно потому что можно настроить тебе бокс и когда ты выключаешь тебе бог чтобы выключался телевизор но как бы кнопочков не помешало очень интерес 4к тянет но никаких проблем вообще то есть ну и было бы там идеальная приставка то есть идеально 22 как бы гигабайта оперативной памяти дают знать потому что 4к через некоторое время то есть на работы она немного притормаживала плюс мне очень не нравилось потому что если смотреть что-то через браузер на каком-нибудь сайте с фильмами то конечно жутко притормаживала периодически фризилась периодически отваливался вайфай у а 95x 18 версии здесь же таких проблем никаких нету вообще абсолютно то есть классно единственное что когда выключаешь приставку на долгое время до в режиме ожидания потом заходишь включаешь ее все жутко тормозит все рывками все нужно приставку перезагружать то есть если кто-то купил приставку не знает как там и с этим бороться допустим то вот здесь вот настройках мы выбираем тот же вот вот здесь можно поменять язык но вот здесь power define он выбираем шутдаун то есть это будем когда мы нажимаем на красную кнопку на пульте дальше он будет выключать тебе бокс еще посмотрим как он загружается вот я его выключать все тебе бокс выключен вот я нажал включение все теперь как бы включился да вроде бы недолго не знаю там мы наверно минуты полторы это все заняло вроде бы быстро теперь как бы все работает все сразу быстро как бы можно сразу как только появилась картинка приступать к работе просмотром фильмов и так далее ждать эти полторы минуты когда ты там хочешь что-то посмотреть быстро ну я не знаю как бы не это доставляет небольшие неудобства вот в принципе я приставкой доволен я буду ей пользоваться потому что 95 x я уже отдал родителям как-то вот эти два нюанса это пульт том что плохо ловит в том что она тормозит после режима сна это вот портит всю картинку то есть изначально я вау так быстро все классно все пока вот не разобрался с пультом ну как не разобрался я с ним до сих пор не разобрался он как по-прежнему может плохо и надо наводить я думаю если под телевизором где-то поставить чтобы направлять на телевизор и чтобы видно было давайте перейдем боксом вот так смотрите как он красиво горит мне очень нравится вот экранчик этот он очень красиво он выключается когда ты выключаешь приставку он выключается когда включаешь давайте я выключу и посмотрим как он включается вот теперь включает так это очень красиво выглядит мне очень нравится вот эта подсветочка его вот но как бы вот эти вот минусы которые я уже озвучил они не дают мне повода сказать что я могу советовать эту приставку вот на этом у меня все спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч и удачных покупок